Слава Иисусу Христу! Слава нашему Господу, Богу Спасителю! Дорогие друзья, 20-й урок истории христианской церкви. Я говорю об истории христианства в России, и в этом завершающем уроке, конечно, хотел бы многим чем поделиться, но я говорил на предыдущем уроке о духоборах, о молоканах немного, упомянул название, пока не такое мы запомнили, что они возлюбили чистое словесное молоко. Но это были ранее наши протестанты, это были не иностранцы, это были те, кто являлись вчерашними традиционными православными христианами, но кто начинал читать Библию, молиться своими словами и, в общем-то, искать большего, чем им могли предложить в традиционных храмах. Мы запомнили кого? Кто основатель духоборчества был? Силуан Колесников. Так вот, основателем духоборчества был Колесников, и я сказал о том, что репрессии, подвергались репрессиям духоборы, очень серьезным. Доходило до того, что целое село с Харьковской губернии были высланы в полном составе, туда вот, за Урал, в Сибирь, в очень трудные условия помещены, но они там выживали. До самой Якутии ссылали, даже в саму Якутию было соснуло несколько сот человек. В большинстве своем духоборы они, значит, себя хорошо очень проявляли, и даже вот донесения генерал-губернатора есть, у меня даже есть вот выписка из этого донесения генерал-губернатора с Якутии в Петербург, лично Николая II уже, уже прошло много лет, и из Якутии очень хорошие отзывы. Сам генерал-губернатор, он был православным человеком, но он очень хорошо отзывался об этих духоборах, которые себя хорошо зарекомендовали, так как они не пьющие, так как они работящие, и в таких очень тяжелых условиях, знаете ли, якутской природы, смогли не только сесть, закрепиться, но и иметь очень крепкие хозяйства, и развить ремесла, и бизнес построить. Я бывал, лично бывал в Благовещенске на Амуре, не раз уже, там преподаю, и на библейской школе. Так вот, и в Благовещенске я был один раз в музее, Краеведческий музей, это потрясающе было. В этом музее экспозиция огромная, духоборы молокани, и оказывается, примерно, ну, больше или меньше, но половина, до половины всего населения Благовещенска до революции, это были сосланы туда, высланные духоборы молокани, которые много что построили, там, многие здания, до сих пор стоящие здания, там, дореволюционные еще, 19 века, они были, там, двух-трехэтажные каменные здания, они были построены, там, духоборами молоканами, там, и они имели свой бизнес, и очень хорошо развивались, очень хорошо. Торговались с китайцами, значит, и, значит, ну, то есть, как бы, по сути, они весь этот Дальний Восток поднимали сами, потому что, в отличие от обычных православных, они были непьющие и работящие, и, значит, то есть, как бы, очень хорошо себя зарекомендовали, также в Благовещенске. Так вот, и еще что. Молоканство, как же возникло молоканство? Кто был основателем молоканства? Запомним еще одно имя. Запомним Семена Уклеина. Семен Уклеин в Тамбове. Семен Уклеин из Тамбова был основателем движения молоканства. Семен Уклеин. Это был предприниматель, бизнесмен, который имел свой бизнес по всей губернии, по сути, Тамбовской. Он брал, его бизнес был довольно простым. Это пошив одежды, обуви, ремонт одежды, ремонт обуви, и у него были заказчики по всей губернии, по сути. Постоянные были клиенты у него, и он объезжал всю губернию с этим бизнесом своим. И в Тамбове у него был большой дом свой, значит, и, в общем-то, семья его там жила. И вот, впоследствии, тогда он был еще один, и он женился на дочери Поберохина. Это один Поберохин, это, как и Колесников, это были лидеры духоборческого братства. Там такая история романтичная. Значит, однажды он по делам бизнеса был в одном селе, а там было много этих сосланных туда, высланных духоборов. И он увидел там одну девушку очень красивую, и, как бы, свидание назначать ей стал. Она, значит, назначила свидание в собрании, в собрании духоборов. Если хочешь со мной познакомиться, вот приди в собрание, значит, и посмотрим на тебя, как бы, кто такой вообще. Значит, и он пришел, но пришел ради девушки, не ради, там, Бога, там, он был православный обычный человек. Но, как бы, решил прийти все-таки, думаю, ну, один раз, как бы, залил в собрание к сектантам, значит, ну, как бы, чтобы с девушкой связи иметь какие-то определенные. И пришел, и, короче, забыл про девушку, встретился с Иисусом там, и покаялся, и возродился, и потом был служителем в этой общине, и в Тамбове. И, там, через несколько лет он, таки, женился, кстати, на этой девушке, поронился с Поберохиным. Поберохин был, ее отец был, этой девушке, он был, ну, как пастор, что ли, старейшина там, в этой церкви. Неофициальной, конечно же, церкви, такой, подпольной, как бы, полуподпольной. И они были высланы, наверное, туда, с Украины, эти люди, в Тамбовщину, под надзор полиции и Тамбовского генерал-губернатора. Так вот, и Духоборы, они имели свой тоже бизнес определенный, значит, там, и сам Семен Уклейн, да, он также ездил уже по всей Тамбовской губернии, но уже ездил с миссией. Он уже бизнес свой использовал, как именно возможность с людьми общаться и говорить им о Христе, говорить им о Боге, говорить им о Библии. И, то есть, за, ну, не точно, точно, не помню, но примерно лет 10, чуть больше, может быть, 10 лет, его такой проповеднической деятельности по всей, по сути, Тамбовской губернии, привело к тому, что десятки церквей были образованы, новых, подпольных таких собраний. Официально нельзя было в то время вот так вот взять и собраться, и провести служение какое-то новое, допустим, но неофициально это было, это были собрания. И он их посещал, по многу раз, получается, объезжая Тамбовскую губернию, он вновь и вновь посещал эти собрания. Он нес такое апостольское служение, по сути, по Тамбовской губернии. И в самом Тамбове было собрание, у него дома, в его большом доме, значит, было собрание подпольное. Верующие знали, что там проходят молитвы каждый день, там собрание, читается Слово Божье. И в условии конспирации распространялось вот так вот Евангелие. И сам Уклеин, он со своими братьями, они отделились от духоборов, образовалось такое самостоятельное движение. Именно в Тамбовской губернии из духоборчества и вот из этих новых церквей образовалось новое братство, их называли Малакани. Они сделали шаг еще более вперед, как бы, по сравнению с духоборами. Малакани, они стали предтечами баптизма русского и вообще, как бы, Малаканского, Малаканское движение, оно было движением евангельских, что ли, христиан больше. Потому что во главу угла, именно у Уклеина, было поставлено именно изучение Слова Божьего и это было, как бы, столпом, на чем строилось все остальное здание. Малакани были разных направлений, я, значит, сейчас не могу вспомнить точно, но были Малаканские, какие направления Малаканские? Были Малакани-субботники, были Малакани-водные Малакани, те, которые принимали крещение по вере в Иисуса Христа. Из водных Малакан, тот же самый Проханов Иван Степанович, его родители водные Малакани были на Кавказе. Малакани были прыгуны, на Северном Кавказе было движение прыгунов. Они там во время служения не танцевали, скакали, плясали, на балалайках, на всяких музыкальных инструментах играли. Значит, пели такие псалмы, называли традения. Хороводы водили, значит, на улице, за селом проводили, собрали такие. Вот, их называли прыгуны, называли на Северном Кавказе. Потом Малакани были, духовные Малакани. Малакани, я сейчас думаю, что, ну, больше 10, это точно, на разных направлениях было Малаканство. Может быть, 15, может быть, даже больше было разных течений, что ли, в Малаканстве, впоследствии. По крайней мере, когда, уже после Первой Революции 1905 года, когда были собрания, позволено собрание Малаканом и Духобором, то было очень много течений, как бы, направлений Малаканства и Духоборчества. Но сейчас, в основном, Малаканство и Духоборчество, оно, вот так я говорю, находится в Канаде и США. И почему? Потому что репрессии были очень жестокими, и много было убийств. И уже в конце 19-го столетия Малаканом и Духобором было, ну, по сути, как в форме ультиматума. Либо умереть, погибнуть уже всем, значит, либо быть, ну, убежать куда-то, уехать. И благодаря Льву Толстому, его роману, там, Воскресенье, другим его произведениям, Толстой взял большие гонорары за свои произведения. И на эти деньги нанял пароход в Америку, чтобы бесплатно доставить их, значит, десятки тысяч этих Малакан, их семей Малаканских Духоборческих в США, значит, в порт Нью-Йорка и, значит, и в Канаду доставить. И, в общем-то, это было, ну, спасением для этих людей, потому что шла речь о тотальном просто истреблении этих верующих. Сейчас времени не достанет обо всем этом рассказывать, но это была, ну, очень жесткая, как бы, ситуация. И в 19-м столетии уже родилось баптистское движение. Считается, что 1869 год, 1869 год, год начала баптизма в России, 11 июня Ефим Цымбал был крещен по вере в Иисуса Христа немцами Абрамом Унгерном. 11 июня 1869 года, в 69-м, но задолго до этого уже были собрания, где практиковалось, именно, ну, люди понимали, что надо по вере в Иисуса Христа креститься. Но тогда в Российской империи это было запрещено. 12 июня? 11 июня 1869 года Ефим Цымбал был крещен первый россиянин, который официально, ну, во всеуслышание заявил об этом потомском крещении, крещении по вере в Иисуса Христа. Братья тогда, эти баптисты, Ефим Цымбал и другие братья, крещенные по вере в Иисуса Христа, прошли очень страшное испытание. Многие из них были убиты, не вышли из тюрем. Их морили в Казиматах, в Петропавловских крепостях, в других регионах. А, кстати, о Малаканах тоже, ведь там тоже много было таких происшествий. В Тамбове, кстати, я говорил об этом, Семене Уклеине, да? Но, слушайте, о нем очень интересная история есть. Семен ведь, он организовал в Тамбове первую уличную евангелизацию. Это в то время, когда арестовывали, выискивали, подпольные были группы. Он решился на уличную евангелизацию. Это вообще, ну как самоубийство просто-напросто. Там порядка ста этих человек, значит, вышло на евангелизацию, братьев. Они попрощались со своими семьями накануне, потому что они понимали, что большинство из них не увидят своих семей больше уже. Все, то есть это как бы, ну это рисковали своей жизнью люди. И они вышли на улицу Тамбова, договорились говорить одно и то же, говорить, что приблизилось Царство Небесное, покатись, верьте в Евангелие. И рассеточились по всему городу, по всем улицам Тамбова, площади улицы Тамбова. И когда в Тамбове пушка объявила полдень, значит, в губернанском городе, да, то они, сговорившись заранее, помолившись, они по всем улицам Тамбова стали говорить людям, прямо на улицах, на переулках, везде, что верьте в Евангелие, верьте в Иисуса Христа. Это было шоком. Жандармы полиции не знали, что делать вообще, потому что это нонсенс, впервые вообще такое было. И Тамбов, город первой евангелизации в России, кстати. Я там ни разу еще не был в Тамбове, но думаю, надо побывать. Надо провести там уличную евангелизацию обязательно, отметить это дело обязательно. И можно даже так рекламу сделать, Тамбов, город Евангелие. Я так придумал. А плоды неизвестные были? Как? Плоды были неизвестные. Люди каялись, даже полицейские некоторые каялись. Они думали, что, видимо, дали добро этим людям, как бы, дали решение, как бы. А когда генерал-губернатору донесли, то, значит, тот же, значит, он приказал арестовать. Там порядка 70 человек было арестовано, братьев, значит, включая самого Семена Уклейна, арестовали. Многих там забили до смерти шампалами, значит, там, и остальных сослали в Сибирь, заковали в железо, осудили на длительные сроки каторги. А самого Семена, его посчитали главарем этого всего, значит, его заковали в железо, посадили в железную клетку. И на подводе, в сопровождении, там, рода солдат, его отправили в Петербург. По дороге делали шоу такие, его, как зверя, перевозили в клетки, содержали в клетке, значит, не давали ни туалета, ничего, то есть, вот прям там, только в клетке ходили, как зверь. И делали зоопарк такой, в каждом городе, в селе делали остановки и делали шоу, священники объявляли, что везут еретика, такой, Новый Пугачев такой, который, значит, вот устроил такую смуту такую в Тамбове. И делали шоу, люди бросали там всякими очистками в него, там, ну-ка, обоскорбляли, значит, и таким образом довезли его до Петербурга. А в Петербурге его ждало вообще очень суровое испытание, конечно, потому что его поместили в Петропавловскую крепость, в одиночку, в камеру, с которой, ему пожизненно приговорили на одиночную камеру, значит, там, в Петропавловке. И сам, ну, он вышел оттуда, это было чудесно, это было сверхъестественно. Бог, ему, оказывается, еще в Тамбове, перед тем, как они начали евангелизацию, он объявил, что он будет говорить царице, он будет говорить царям проповедовать. Думали, поехал парень. А так и получилось. Представляете, значит, вот, когда он был в Петропавловке, значит, как получилось, что Екатерина, царица вдруг ни с того ни с сего, значит, никогда она не интересовалась такими вещами. Она вдруг поинтересовалась, кто же содержится у нее в Петропавловке. Ей не спалось, понимаете ли. И она решила послужить такие ужасники на ночь. Значит, ей почитали о всяких там Чикатило тогдашних, значит, которые содержались там, значит, у них в Петропавловке, опасных преступников политических. И в том числе вот этого религиозного Пугачева, который вывел людей на проповедь Евангелия по всему городу. Скопом пошли сотни этих проповедников. И она заинтересовалась именно его персоной, приказала его доставить в дворец в следующий день. И его доставили во дворец. И он на самом деле имел возможность проповедовать царице в присутствии членов Сенода, Сената, а потом лично имея общение, лично с ней, уже без членов Сената. Представляете? То есть исполнилось буквально. Он говорил царице Слово Божье. И императрица так сильно ее коснулась, что он рассказывал. Несмотря на протест Сенода, она приказала его освободить, дать ему охранную грамоту и припроводить в Тамбов. Поднадзор полиции, правда, но в своем доме он жил. Последние годы своей жизни, уже правда потеряв здоровье, проведя много лет в одиночной этой камере в Петропавловке, он был уже слабым. Но вернулся к себе домой и умер в кругу своей семьи, у себя в доме, под надзором полиции. Но тайно его верующие посещали. Очень интересно здесь рассказы. Малакани Духоборы, вот именно канадские, американские, говорят, что называют его, как пророком называют его. Потому что тоже был сверхъестественный дар у него был определенный. И люди приходили за Словом каким-то от Бога, к нему приходили. Но его смерть, это было... Кстати, Екатерина, говорят, когда его отпускала на свободу, сказала примерно так членам Сенода. Нам бы побольше таких православных священников. Вот такие были слова. Но вообще Духоборчество, Малаканское движение пережило очень тяжелое испытание тогда. Их называли потом штунды. Потому что немецкие колонисты, они ходили на молитву в определенный час. Штунды, час. И, в общем-то, те казаки, крестьяне, что ходили тоже на молитвы, их тоже штунгистами, штундерами называли по-разному. И, в общем-то, движение разрасталось. И вот 30-е годы 19-го столетия, там было чудо большое, даже в этом братстве. Было массовое крещение Духом Святым, создание молитвы на моих языках. Кстати, это очень интересное чудо. Не имеет аналога вообще в истории, кроме как деяния апостолов и Первой Церкви. И это было у нас, это было очень интересным событием. Послушайте. В конце 18-го века, начало 19-го века, этих верующих, их высылали, я говорил, в Сибирь, Дальний Восток, даже для Якутии самой. Но, когда речь зашла уже не о тысячах даже, а уже о сотнях тысяч уверовавших, то было принято другое решение. Было принято решение отправить их в Приазовье. Приазовье, вот от Мариуполя до Бердянска, вот эта территория Приазовье. Приазовье было мертвой степью. Там не было садов, как мы сейчас видим, если кто был там, видели, что сады, поля, все цветет и растет там. Даже там, скажу так, ну, очень хороший регион для сельского хозяйства. Это сейчас. Но до конца 19-го века, 18-го, извиняюсь, века, эта земля была мертвой землей. Даже немецкие и голландские колонисты селились выше, севернее этих земель, а в Приазовье само они не опускались. Потому что вот эти вот специалисты сельского хозяйства, которые туда приезжали, они находили эту землю непригодной для сельского хозяйства. Вода была глубока, грунтовые воды были очень глубокие. Во-вторых, если их вырывали, даже вода была непригодная для питья. И мертва земля. Эту землю, еще раз, Геродота, она была не заселена. И крымские татары называли ее, ну, аборигены тамошние, которые эту землю знали хорошо, до того, как там была Российская империя. Так вот, крымские татары называли ее землей шатана. То есть, там, значит, ничего не росло, и земля была мертвой. От воды этой люди болели и умирали, если даже выкапывали эту воду. И, значит, она была мертвой, землей непригодной для сельского хозяйства. Ничего не росло. И вот, туда, на мертвой земле, сослали этих верующих. И, знаете ли, Бог совершил чудо. Бог совершил реальное чудо. Воды исцелились. Земля исцелилась. Грунтовые воды поднялись. Теперь колодцы там роют, они неглубокие колодцы. И вода, хорошая вода. Скажу, что это реальное чудо. И верующие, которые туда были высланы, они молились за эту землю, благословляли. И Бог совершил вот такое, ну, климатическое чудо просто-напросто. Представьте, до того, до конца 18-го столетия, земля мертвая. После этого земля цветет и пахнет. Урожаи собирают, и не один урожай собирают. И вот так вот. В наши дни мы тоже видим такое чудо. До сих пор, до сих пор, хотя прошло уже там много времени, и как бы сейчас там далеко не только верующие живут, конечно же. Но вот это вот чудо, оно остается до сих пор. Последствия этого великого чуда. Земля, говорю, я там часто бываю просто, значит, при Азове, и вижу там сады, поля, цветы, все цветет и пахнет, и растет. Представьте себе. Все основные, и виноградники, и априкосы, все, что хочешь, растет. Вот так. И еще, это еще не все. Исцеление земли, это было не всем еще чудом, который Бог приготовил там совершить. Он совершил еще чудеса. В начале 19-го столетия, ну, первого половина 19-го столетия, там просто тема-то большая, но я лучше об этих чудесах сейчас расскажу вам. Так будет важнее даже сейчас, интереснее. Дело в том, что в 30-е годы, 1832, 1937, где-то в 30-е годы, 19-го столетия, там было массовое крещение Духом Святым. Массовое. То есть шла речь о том, что до 300 тысяч человек было крещено Духом Святым, сознание и молитвы на иных языках. Прецедента аналога нет в мировой истории. Не только в истории христианства на Руси, в мировой истории. Кстати, интересный эпизод. Некоторые у нас сегодня даже священники традиционные, я сам, как бывший священник традиционный, православный, тоже так мыслил. Мне говорили, о, писятники, харизматы, кто молится на языках, а это американская секта, это оттуда пошло. Я когда узнал такие факты, что у нас это было задолго до американского пробуждения, оказывается, было, даже еще большее движение было, оказывается-то, в свое время-то, в царской России еще. Если, значит, задолго до Азуза-стрит, в начале 20-го столетия, когда вот эти чернокожие христиане крестились Духом Святым, задолго до этого в Приазовье, на юге Украины, там было это движение, оказывается. Но оно было, к сожалению, задавлено, и там очень много людей погибло в репрессиях, и, да и сами верующие эти, они не знали, что этим даром делать дальше, как бы, и у них не было библейской, как бы сказать, не то, что подготовки к этому, понимания правильного, что с этим даром делать дальше, как молиться за других, чтобы они тоже были крещены Духом Святым. То есть, в первом поколении так оно и осталось, как бы в одном поколении, только вот этот дар. Как, вы знаете, как Дух Святой показал свою силу, вот, я здесь есть. До этого массовое зрение Духа Святым у Духоборов, особенно у Духоборов, были отдельные старцы, которые молились на иных языках. Но это были отдельные старцы. Говорят про самого Колесникова, основателя, что он молился на иных языках. По крайней мере, когда говорим о молитвы, говорим о родении, его братья не могли понять, о чем он говорит вообще. Он говорил другими словами. Потом были старцы, вот у них... Вот я говорю, Поберохины, Поберохины, семья Поберохина. Там несколько было Поберохин старше, Поберохин младше, Поберохин третьего поколения. Это были пастыри, как лидеры Духоборчества. У Поберохина, у старцев тоже было такое дар, они говорили ангельские языки. Но они считали, что это дар только лишь для избранных, для отдельных людей. И при том, это после того, как ты уже лет 50, лет 40-50, ты верующий, допустим. То есть, у них не было понимания, что можно молиться прямо за верующих, чтобы они крестились Духом Святым сейчас. Как мы сейчас понимаем это по Писанию. То есть, нужно было открытие об этом обязательно иметь. И вот, и... Но как это произошло? Можно предполагать, как это произошло, но очень сложно сейчас точно сказать. Вот есть историк Писательнического братства в Украине. Это Франчук, Владимир Франчук. Книга «Просила России дождя в Господа» его книга, да? Вот я с Франчуком лично познакомился. У него очень хороший семинар есть в Сакраменто, в Калифорнии. Он провел семинар, потрясающий просто-напросто. На русском языке он есть в сети. Его сейчас выставляют сейчас. Он подробно эти темы разъяснил. Франчук, он первый историк Писательнического братства, который получил разрешение от президента Украины работать в архивах с самым широким доступом к таким секретным документам, как, допустим, хранилище материалов царской России в Украине. Есть много материалов еще с царского периода времени, секретных, еще до сих пор не рассекреченных. Потом советского периода времени до 1991 года. Материалы потрясающие. КГБ Украины, СБУ, открыло архивы для исследований. Некоторые специалисты пустили, и потом от протестантов пустили Владимира Франчука. Он потрясающий материал опубликовал. Украинские баптисты издали книгу решетников, издал книгу «Украинские баптисты и Российская империя», тоже ссылаясь на материалы, подобных вот этих опубликованных материалов, как раз именно документов. То есть сегодня, уже в начале 21-го столетия, мы располагаем рассекреченными документами царской охранки 19-го столетия и можем уже иметь картину более полную, что же там происходило. И вот по крупицам известно следующее, по материалам. Но у Франчука это более подробно просто рассказывает. Я сейчас на последнем уроке, получается, рассказываю это все под занавес. А у Франчука есть целый семинар об этом подробный. Так вот, и в 30-е годы, 19-го столетия, было следующее. У Духобор и Малаканов, те, которые были высланы туда, в Приазовье, у них была традиция своя, ну это библейская традиция, в принципе. Три раза мужское население, все, вот это Духоборье, как они называли ее впоследствии, эта территория огромная, имя освоенной, заселенной, собиралась на молитву. Сколько было, мы не знаем. Ну вот говорят, до 300 тысяч человек на собраниях этих, то есть, ну, сотни тысяч человек выходили в поля, значит, и молились, молились. Это была Пасха, Пятидесятница и осенью, как праздник урожая, допустим. Вот три раза в году все выходили на собрания такие, мужчины от 14 лет и выше. У них было то, что, у них были традиции наподобие Бармитцевой, что-то, то есть, потому что 14 лет, 13 лет, 14 лет, они считали уже взрослым парня и принимали в собрание. И вот, значит, они совершали родение, три раза в году родение. Родение – это, ну, как бы, проставление Бога, жгли костры по ночам, значит, водили хороводы мужчины, пели песни, там, Бога проставляли, значит, там, танцевали, значит, играли на разных музыкальных инструментах, там, был оркестр балалайочников огромный, тысячный, значит, и, то есть, на струнах проставляли Бога. То есть, в общем, были разные, такие вот, как бы, ну, служения. И старцы, они как-то давали слово какое-то, какое у них было от Бога, там, и в 1832-1837 годы, где-то в промежуточке, были такие чудеса. Дух Святой сошел на собрания этих мужчин, и вот десятки тысяч людей стали вместе молиться на иных языках в этих собраниях. В конце 30-х повторилось это чудо еще больше. Уже не только вышедшие в поля стали молиться на языках, на родении, да, но и те, кто оставались в домах, в селениях, женщины, другие, инвалиды, допустим, не могли выходить, да, в поля. Это все в Приазовье все было. Значит, и там, на юге Украины, в Приазовье, значит, даже находящиеся в домах люди стали молиться на иных языках, значит, и это было огромнейшим движением. Но правда, тут же, уже в конце же 30-х начались репрессии, очень серьезные репрессии. Здесь было не без предательства, не всем нравилось то, что там происходит, это большое такое духовное пробуждение. Находились и те, которые писали жалобы, значит, и когда, еще, с чего началось-то? Чиновники приехали, пониматели, проверяли, думали, уже давно все разбежались, уже никого там не осталось. Карты перепроверяли просто, значит, царская Россия. И выяснили, что там множество, десятки разных этих поселков, не отмеченных ни на карте вообще. Люди себе живут, налогов не платят, хозяйства крепкие, там, дома, там, стада, ничего же себе. Чиновники за голову схватились. Вот это да, мы не знаем. А им еще говорят, ну, добро пожаловать в независимое государство, которое на карте мира не было вообще. Вот это да. Короче, чиновники чуть не попадали в обморок там. В Петербург нанесение срочно, что так и так, вот на юге Украины образовалось, значит, как бы независимое государство, пацифистское, правда, без армии, но такое, притом, значит, со своими судами, значит, там, и, значит, там, и, как бы, и своими правилами, конституцией своей какой-то. Вот это да. Ну, начались репрессии, жесткие, конечно, да. Духовная консистория Харьковская из Петербурга тоже прислали такие распоряжения, значит, начались репрессии. Туда армейские подразделения стянули, значит, священники из Харькова приехали, значит, поставили тоже кресты, иконы, и было объявлено, что кто вернется в православие, тому будет дарована жизнь, кто нет, тот погибнет. Люди просто из домов, из селений выгоняли в поля, окружали армии, наводили на них орудия прямой наводкой, и готовили стрелять, и, значит, но люди пели гимны, значит, там, и не сдавались, хотя голодали, держали несколько дней, допустим, просто в поле, без ничего, без воды, без еды, женщин, стариков, детей, всех подряд. Мужиков всех пороли по много раз, брали из круга, пороли, потом снова бросали в круг, значит, но и так много дней было. И только лишь несколько семей согласились вернуться в православие, и как потом выяснилось, они заранее знали об этом, то есть были предатели, которые сами же писали какие-то донесения в Петербург, значит, там и прочее, о беспорядках на Юге Украины, как бы, и, значит, а остальных всех, в общем-то, шла речь о бойне, настоящей бойне, значит, ну, убить вот так вот просто порядка трехсот тысяч человек, значит, ни за что, да, значит, это было очень серьезно. Значит, хотя был опыт, вот эти орловские, влядь, эти карательные батальоны, они уже имели опыт расстрела в мирном населении, на ветке, допустим, в Польше, расстрелы старобрядческого населения, когда по домам, по селам стреляли прямой наводкой из орудий, значит, и добивали потом штыками, значит, им выдавали водки много этим карателям, и они делали такие зачистки, лишь за то, что эти староверы, отказывались вернуться в православие традиционное, и это было при Николае I, в начале 19-го столетия, я напоминаю, это не 18-й век, это не 17-е столетие, это начало 19-го столетия. Кстати, после расстрелов на ветке, после того, как, значит, это все произошло, польская общественность опубликовала эти материалы за границей, в США, в Чикаго, большая польская диаспора, и они опубликовали эти материалы, значит, со свидетельствами, то есть, царь Николай I думал, что это будет лишь, как бы, внутренним делом, как бы, и она не выйдет за границу, информация, а получилось, наоборот, получилось, как раз именно, что эта информация, она вышла за границу, она через польских, этих вот, патриотов, которые хотели, независимости Польши, они, ну, они в своем это использовали, эти материалы, но они опубликовали эти материалы, значит, там, с рисунками, с комментариями, значит, со свидетельствами выживших, этих староверов, которые, значит, бежали, значит, за границу Польши, и, значит, и после публикации в Чикаго, мировая общественность узнала об этих всех происшествиях, и Николаю I был ультиматум, вытянут, потом еще Крымская война была проиграна, и, в общем-то, скажу, что, ну, видна была рука Божья, определенная, вот в этом отношении, конечно, что Бог сохранял некоторых вот этих, ну, духоборов, молокам, потому что, если бы не вот эти вот публикации, в том же самом, в Чикаго, допустим, то, возможно, что духоборов, молокам, их просто расстреляли бы, и все, но генералы, они не дали команды расстрелять этих людей, есть мнение такое, Франчук, допустим, по-моему, он говорил, что это было слишком много для, как бы, даже для этих генералов, карателей, которые привыкли уже расстреливать людей, потому что, понимаете ли, убить вот так вот 300 тысяч человек, за просто так, прямо в поле расстрелять, и запрос снова в Петербург, отправлен был, что делать теперь, было решено следующее, принято решение, значит, их составить на Кавказ, на Северный Кавказ, их, значит, даже не дав им взять с собой, там, какие-то средства производства, орудия, все, достаточной еды, воды, их пешком гнали, сотни тысяч людей, гнали на Кавказ, на Северный Кавказ, оттуда, с Приазовья, в их дома, в эти села, опустевшие, переселили, переселенцев, центральной России, в общем-то, и крестьянские семьи многие, а вот, а самих эти, вот, хозяев, их отправили пешком на Кавказ, вот, и по дороге были испытания, очень серьезные, значит, потом, на самом Кавказе их ждало тоже, очень, ну, суровые испытания, конечно, потому что, на Кавказе, там, готовилось, по сути, убийство этих людей, потому что, среди местных народов, кавказских, слух такой был пущен, через ингуши, по-моему, что, значит, что так и так, что, значит, это переселенцы, дома, ваши села, а вас выгонят, как бы, депортируют, как бы, и прочее, ну, озлобили, получается, население Кавказское, тем самым слухом, и когда, их туда доставили, то, сопровождение, славяна, все ушли, а их оставили одних, на голом месте, без ничего, без домов, без одежды, то есть, ну, без еды, то есть, вот, просто, в предгорьях, надо выживать, хоть траву ешь, хоть, руками землю копай, значит, колодец сделать, то есть, просто бросили людей на произвол судьбы, а в довершение, прискакали кавказцы, на конях, с оружием, значит, ну, они шли, оставили свои дома, и им так, слух такой пустили, и вот, и получилось так, что когда кавказцы, с оружием, уже прискакали, эти люди увидели, что, вот, беда, да, убийство будет, они просто взмолились Богу, как они могли молиться, молились на языках, и оказывается, они не знали, но у многих из них были языки этих кавказских народов, и поэтому кавказцы услышали на своих наречиях, оказывается, вот, что с ними Бог, с этими людьми Бог, и они не стали ничего убивать никого, значит, они ускакали обратно, а потом, когда пришли, на другие дни уже, приходили, другой день, приходили уже с этих народов, уже старики, на разговор с этими людьми, да, с новыми, они удивились, потому что эти люди, пришедшие к ним, они, знаете ли, в обычной речи не понимали их слова, их речь, их язык, но когда они начинали молиться, они молились их на речи, и вот это убедило, вот этих стариков, значит, что это, ну, действительно, божье чудо, что это люди другие, совсем не так, как о них, о них, слушали о них плохое, что это другие люди совсем, они с хорошими намерениями, они с Богом пришли, и оказали им помощь гуманитарную, там, помогли построиться, помогли им одежде, там, хлебом, водой, и, то есть, выжили эти люди, и, больше того, не только выжили, а еще на территории Чечни, там, Азербайджана, там, Грузии, там, некоторых этих стран, смогли построиться, села свои построить, вот, до самого Баку, цепь этих сел была, значит, построена, ну, много довольно-таки, сел, некоторые села до сих пор сохранили свое старое название, данные вот тогда, я однажды ехал в купе с одним старым азербайджанцем, это было в Сибири, и мы с ним долго разговаривали, значит, он плохо по-русски так говорил, но, мы с ним нашли общий язык, он мусульманин, но, он еще, после войны, он занимался сбором молока, значит, заведовал там, сам жил в Баку, а вот возле Баку, сбор молока, и он говорит, что я знал молокан, знал молокан, значит, которые там жили, и говорит, значит, и, с его уст я слышал хорошее свидетельство об этих людях, мне было очень приятно услышать, что он, говорит, мусульманин, говорит, но, вот, в своих мусульманских порой, азербайджанских селах, но могут там и обмануть, как бы, и что, а вот, вот, от них хорошее было свидетельство, что не обманывали, что не подливали молоко, значит, там, не мешали, значит, там, и сдавали честно, значит, и даже на рынке, в Баку, говорит, на рынке, говорит, покупаешь у своего, он хотя и мусульманин, но и обвесить, и что, допустим, а когда вот этим подходишь, их называть тоже молокане, с бородами, вот такие стояли, вот там продавали, все, подходишь, он тебе честно завесит, значит, то есть не обвешивает, значит, и как бы, ну, мне было приятно услышать, что, ну, как бы, вот об этих христианах хорошие были, свидетельства такие, понимаете ли, но вообще, последние молокане выехали уже, и сегодня молокане, духоборы в основном проживают, в США и Канаде, и, значит, в конце 19-го столетия выехали, в конце 19-го века, так, у нас еще будет, нет, мы знаете, что сделаем, не совсем урок, мы сделаем один маленький эксперимент, такой, очень интересный, творческую работу сейчас сделаем, но я хочу рассказать, и сделать такую творческую работу, хочу, чтобы, вот, каждый из вас, что-то высказал, вот, вы неделю слышали, много слушали, хорошо, я вас не слушал, только лишь, вот, некоторые вопросы ваши, выслушивал, допустим, да, нет, лучше без конспекта, давайте, вот, творчески просто поработаем, это для себя, это для души, это для, это не то, что там, загалочку, знаете, что, вот, заднюю, не воню, но, вы послушайте меня, и потом я вас послушаю, что именно вы поняли, что именно вы приняли, что вы с этим планируете делать, вообще, с тем, что вы услышали на этой неделе, что вы хорошего, что плохого для себя отметили, вообще, в себе, в церкви, вообще, и что вы с этим будете делать дальше, и, знаете ли, что, друзья, самое главное, я хочу закончить тем, что было в самом начале сказано, этого курса, у Матфея записано 16-18, я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, аминь, аминь, помню, чтобы вы поняли, допустим, и в этом сделано, Спасибо. Спасибо.